В Кирове начало 12-го. Добрый день. Сегодня 11 января, пятница. Вас приветствует ведущая дневного разворота Николай Голиков. И Владимир Сметалин. Мы впервые в наступившем году. Мы в таком составе ведущих вас приветствуем. Говорим, здравствуйте, добрый день. Как, Николай? Встреча Нового Года. Нормально. Не виделись две недели почти что-то. Нормально. Новый Год был уже не первый. Поэтому встречать мы его уже научились за долгие годы. Ничего нового. Все прошло нормально. Все прошло хорошо. Все прошло нормально. Главное, я бы сказал, что все прошло. Ну, старый Новый Год еще впереди. День печати, между прочим, российский. А, да, кстати. Тема Нового Года, я думаю, мы немножко еще будем затрагивать сегодня в программе «Культ поход» после 12 часов. У нас в гостях будет директор Вятской филармонии Андрей Скальный. Очень удачно с Андреем Борисовичем мы побеседовали накануне Нового Года. Мы осветили мероприятия, которые в предновогодние и посленовогодние дни проходят в нашей Вятской филармонии. И сегодня хотим продолжить и порадовать вас этой информацией. В том числе мы говорили как раз о том юбилейном вечере, который готовится к столетию со дня рождения Соломона Сахара. Мы говорили в декабре предварительно очень. Вот сегодня будем говорить более подробно. Отлично. После 12.05 мы напоминаем, что викторина тоже будет. Будем задавать вопросы. Отвечайте, получайте призывы. До 15.12 мы будем говорить об одной из самых актуальных проблем, накрывшей нас давненько уже, конечно. Просто все это сейчас вступило в действие с 1 января. Так называемая мусорная реформа. Очень много сообщений разного рода. Прямо на разных площадках, в соцсетях, на всевозможных порталах информационных. И вот накануне появилась новость о том, что активисты Общероссийского народного фронта уже начали принимать сигналы на исчезнувшие контейнеры и заваленные мусором площадки. Ну и вообще обо всех проблемах, которые возникают в связи с началом этой самой мусорной реформы. И в наше отделение, в наш штаб Общероссийского народного фронта уже обращаются жители не только областного центра, но и райцентров. И, собственно, высказывают свое мнение и свои претензии по поводу вступившей в силу реформы. И мы сегодня решили поговорить с сопредседателем регионального штаба ОНФ, вице-спикером Законодательного собрания. Это Роман Титов в нашей студии. Роман Альбертович, добрый день. Добрый день. И всех со всеми прошедшими новогодними праздниками. Да. Ну, судя по тому, о чем мы успели поговорить до начала программы, пора такая непростая. Да, вот сейчас. Пора непростая. По части мусора. Вот если смотреть ситуацию с предыдущими годами, у нас на новогодние праздники последние два года точно, то есть 17-18 год, каждые новогодние праздники был коллапс. Ну, такой коллапс. Особенно в 17-м году было серьезно. Там до Нового года мусор как не вывозили, так и не вывозили. В этом году по Кирову, на мой взгляд, особенно если сравнить с другими регионами, с Тверью, с Тюменью, с Калининградом, с Владивостоком, с Казанью даже, где жесть была, просто там мусор на праздниках не вывозили во многих территориях, делились между собой операторы, у которых у некоторых несколько зон. В Кирове прошло более-менее, если можно сказать, более-менее все благополучно. То есть коллапса не случилось, я об этом уже говорил, но всегда есть много «но», и в этой ситуации их просто десятки. То есть есть многочисленные, смотрите, даже так, вот если чуть к истории обратиться, то есть в декабре основные жалобы, которые поступали от населения в региональное отделение ОНФ, это были жалобы и вопросы по способу оплаты. То есть платить ли с квадратного метра, платить ли с человека. Да, дискуссия, честно говоря, дискуссия идет и до сих пор, потому что на сегодняшний момент из районов области поступают многочисленные обращения с просьбой их на квадраты перевести. То есть вот уже пошел такой переток, в то время как в Кирове, наоборот, население массово не хочет платить с квадратов. То есть после Нового года риторика уже сменилась, и людей заботят более понятные бытовые вопросы. Да, во-первых, это мусор на новогодних праздниках, потому что Куприд работал фактически в региональный оператор. Он работал в ручном режиме, принимали жалобы в интернете и по телефону. И продолжают принимать. И продолжают принимать, и была масса невывоза мусора с площадок. Но, слава богу, это было по целому ряду, кругу небольших управляющих компаний, которые вдруг какие-то косяки у них возникли. И массовые жалобы идут из пригородов города Кирова. Жалобы эти связаны с ситуацией, которую предвидели заранее, вроде бы предвидели и даже проговаривали. Это жалобы, связанные с переходом от индивидуальных контейнеров к площадкам общего сбора, так называемых. То есть напомню, что последние три года массово переводили, убеждали, в том числе руками и голосами территориальных управлений администрации города Кирова, убеждали жителей заключить договоры и перейти на индивидуальные контейнеры. Контейнеры довольно-то недешевые, стоят порядка 6-7-8 тысяч рублей. И, соответственно, люди эти контейнеры покупали, платили за мусор больше, чем мы с вами в Кирове. То есть они платили порядка 150 рублей в месяц дома за этот контейнер, который вывозился, ну раз в несколько недель. И после Нового года возникло целый ряд проблемных ситуаций. То есть однозначно нигде эти индивидуальные контейнеры уже больше не вывозятся. Раз. И не все люди знали о том, что эта услуга с Нового года исчезнет. Исчезнет, да. А вот подождите, я обставлю все-таки. Мы накануне общались здесь в программе «Особое мнение» с Анатолием Михайловичем Чуриным. Он как раз житель одного из пригородов города. Вот он как раз про индивидуальные контейнеры рассказывал. Идут, говорит, уже новогодние каникулы, день, второй, третий. Бачки наполняются, никто их не вывозит. Я взял на себя, говорит, ответственность позвонить в Куприк. Позвонил, приехали, вывезли. Сказали, что месяц еще, январь, вот он переходный. И предыдущий подрядчик должен еще эти вывозить. А что дальше будет, они не знают. Вот такая история прозвучала вчера. Повезло, Анатолий Михайлович позвонил, вывезли. А где-то не вывезли. Это не просто Иван Петрович какой-то. Это Анатолий Михайлович Чурин, да? Он, в конце концов, весомый довольно-таки человек. Он позвонил. Слушайте, ситуация по неменее. Мне кажется, он просто как гражданин, как жизнь. Ситуация по неменее весомым людям. У нас в Машкачах контейнеры вчера вывезли после звонков уважаемых людей только. То есть никаких предложений о том, что давайте мы вас тут заберем, там не было. Значит, контейнеры, соответственно, вывозить перестали в основном. А контейнеры на площадке появились, а, не везде. Б, ну, их вид оставляет желать лучше. То есть мы понимаем, есть там по стандартам, вот как она должна выглядеть, площадка. То есть плита бетонная, ограждение, на ней стоят бачки. В итоге в пригородах Кирова просто снег, засунули эти контейнеры. Народу ничего не объяснили. Люди не понимают, куда это теперь нести с домовладений. А никакой информации, ни табличек, ничего там. Да, говорили, какие-то сходы проходят. Ну, знаете, там критерии ведь не проведения, а там достигнутый эффект. Люди не знают, куда это нести. Люди недовольны. Люди не понимают, что будет дальше с этими индивидуальными контейнерами. Потому что у кого-то, например, операторы эти контейнеры выкупали. Потому что сегодня массово в России массовый дефицит контейнеров. И операторам нужны эти контейнеры для вывоза мусора из деревень. Ну, трехкубовый контейнер на маленькую деревеньку вполне там на неделю хватит. У кого-то эти контейнеры не выкупают. И когда люди звонят оператору и спрашивают, что нам с ними теперь делать, Им говорят, воду в них храните или компост. А люди говорят, подожди, вы же нас три года убеждали, обхаживали, чтобы мы договор заключили. Мы заключили, через полгода вы нам не нужны, оказывается. То есть по появлению вот этих контейнерных полноценных площадок общего вывоза, они будут все равно во всех предах города Киров возникать. Это обязанность? Это обязанность в зависимости... Муниципалитета? Муниципалитета, да. Муниципалитета, то есть своей администрации местной. Да, там же нет ТСЖ, там нет территории, принадлежащих собственникам домов, то есть там муниципальная земля. То есть муниципалы сегодня буквально сказали, что контейнерные площадки появятся весной, когда эти работы будут законно проводить. Ну то есть мы понимаем, никакой слинирования нельзя. Но они появятся, поэтому пока там, простите, вот оно, временное решение. Но вопрос по индивидуальным контейнерам, он на самом деле глобальный, потому что действительно, и это касается не только пригородов Кирова, это пригороды Слободского, Вахруши те же самые, там везде эти контейнеры были, и вдруг они их отказались вывозить. То есть возникает вопрос, зачем было ломать систему, которая работала эффективно, люди этим пользовались, и вдруг, как бы сказать, там, вот мы вас тут на ноль помножили, и больше ничего возить не будем. У меня этот вопрос есть, и вчера в силу того, что нам в УНФ поступает многочисленное обращение людей, это десятки обращений, я уверен, будут они поступать, потому что мы открыли прямую линию по телефону 25 18 24, можно сообщать, оставлять свои жалобы на работу операторов, на проблемы с ходом реализации мусорной реформы. Так вот, уверен, что эти жалобы будут на индивидуальные контейнеры поступать, на отсутствие там их. Вчера вопрос этот мы с коллегами из общественной палаты подняли перед губернатором Кировской области Игорем Владимировичем Васильевым, и он тоже удивился и сказал, слушайте, ну действительно, там, и сказал представителям городской администрации, зачем было рушить систему, которая работала. Вам надо было ее, ну, адекватно применить. Вписать, да, вписать в эту систему. Вписать. И дал поручение, что в ближайшее время, то есть, ну, надеюсь, это будет с февраля, индивидуальные контейнеры должны вернуться в систему обращения твердых коммунальных отходов. Другой вопрос, сколько это будет стоить. Вчера... Подожди, а процессуально? Договоры новые придется заключать, какие-то бумаги подписывать? Да, перевозчики должны заключить договоры, но вопрос, смотрите... Скажут индивидуально? Да. Ну, как и раньше это было. Так же индивидуально. Встреча, бумаги посмотрели, поставили. Вопрос самый, наверное, важный в оплате. То есть, вот я его тоже вчера поделал, я говорю, коллеги, поясните, то есть, получается, ну, раз мы говорим, что баки в местах общего пользования все равно будут возникать, но человек же мусорит один раз. То есть, вот, что же будет-то, получается, я буду платить по тарифу с квадратных метров, например, да, и еще буду платить за индивидуальную услугу. Ну, наверное, это неправильно, мусор-то он один. Мусор один, да. Двойное, да, такое обложение получило? Да. Может возникнуть. Может возникнуть. Ну, заверили, что его не возникнет, будет за эту индивидуальную услугу некая доплата к тарифу. Хотя сегодня, например, на встрече в 9 утра встречался с жителями поселка Порошино, точнее, Слободы Талица перед Порошино. Как раз по индивидуальным контейнерам была такая встреча, там собрались местные активисты. Люди говорят, подождите, а почему мы должны доплачивать? Вот давайте, говорит, просто посчитаем там. Раньше мы платили 150 рублей в месяц, и эта цена, в принципе, всех устраивала, было нормально, контейнеры вывозили не так часто, мы их там медленно заполняли, все хорошо. Но сегодня-то с квадратного метра, если посчитать, а пока жители пригородов приравнены к жителям города, там, ну вот у человека дом 100 квадратных метров общей площади, из которых жилой, например, 40 всего лишь, но платить он будет со 100, он будет в месяц платить уже 491 рубль с этих 100 квадратных. 500 рублей почти, то есть зачем ему доплачивать, если до Нового года это делалось за 150 рублей, а после Нового года это почему-то делалось за 400, то и до Нового года это было выгодно, а после Нового года вдруг это стало в три раза дороже. Правда, здесь в словах жильцов есть, особенно важен вопрос, который они поднимают, подождите, мы же образуем отходов намного меньше, чем обычные горожане. Ну вот показали сегодня люди, вот у них там курятничек стоит, вот у них тут свинавничек стоит, вот компостная яма, то есть, соответственно, объем-то меньше, а платят они как горожане. Вопрос абсолютно... У кого-то еще и печки. У кого-то печки, да, сжигают эти отходы. С удовольствием причем сжигают. Баньку растапливают газетами бесплатными, там, еще чем... Упаковкой идет, сгорение и так далее. И вопрос логичный, вопрос впервые мы поднимали тоже с коллегами из общественной палаты, обсуждали его с профильными министерствами накануне Нового года. И я думаю, что уже в феврале этого месяца нам удастся добиться того, что появится отдельный норматив образования отходов, соответственно, отдельный тариф для населения, которое проживает в частном секторе. В индивидуальных... В индивидуальных... Законодательство принятое, оно позволяет это делать? Абсолютно позволяет. Здесь, смотрите, да тут даже не надо корректировать тариф у нас РСТ, тариф утвердило. То есть он там составляет, ну, там, 900 с чем-то за куб. Все остальное это расчетные методики, которые разрабатываются и применяются профильным министерством. То есть норматив образования, умноженный на стоимость кубометра, поделен на 12 месяцев. Вот эти нормативы, они у нас пока их два, то есть по Кирову и Чепецку он квадратный норматив образования отходов пока, опять же пока, потому что разные есть варианты решений, и перехода на людей, и какие-то там иные модели. И по области 114 рублей за квадратный метр. То есть, наверное, правильно, чтобы у нас появился норматив для частных жилых домов в Кирове и Кирове-Чепецке, и их жители платили, собственно говоря, эти же там пока что 114 рублей. Как жители частного сектора, как жители деревень, грубо говоря. Вопрос в процессе решения. То есть перевести на этот тариф, и тогда вот этот вопрос с доплатой к этому тарифу, можно вернуться к тем же 150 рублям, которые они платили до Нового Года. Ну, хотелось бы, потому что действительно люди правы. Да. Они меньше мусорят. 114, это если человек. Вот если контейнер на квартирном доме вывозится ежедневно, и понятно, трудозатраты, то есть это машина, бензин, три человека, то есть водители и два оператора, то там-то контейнеры индивидуально вывозятся раз в две недели. То есть трудозатраты иные, и, возможно, этих денег тарифа нового ли сегодняшнего ли хватит для того, чтобы без доплаты работать с этой категорией населения. А это ни много ни мало, порядка 70 тысяч человек. Вот так вот. Ну, а пора сделать небольшую паузу. У нас в гостях Роман Цветов, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикер законодательного собрания Кировской области, о вступившей в силу мусорной реформе. Мы сегодня говорим. Вернемся через полминуты. Вернемся через полминуты. Пока закончим, да, сейчас. Или есть еще какие-то неизвещенные нюансы? Ну, есть, как я понял, уже есть определенные решения. И самое главное, есть поддержка губернатора по индивидуальным контейнерам. Есть прямое поручение главе администрации города. И я уверен, что указание губернатора будет выполнено. Вопрос опять в реализации модели, но это мы по ходу проконтролируем. У меня немножко так улыбнула новость, как раз в сообщении ОНФ, вернее, один из нюансов. Для многих горожан неприятным сюрпризом стало исчезновение контейнеров для раздельного сбора бумаги и пластика. Улыбнуло. Почему? Потому что на протяжении последних лет мы слышали, что реформа эта провалена. Вот это раздельное сбор. Да, что никто его не несет туда или несут не в тех объемах, как хотелось бы. А тут вот жаловаться начали. И бросают не в те баки, которые указаны. А тут жаловаться начали, что они исчезли. Как-то не стыкуется это. Люди просто здесь скорее было удивление. Мы прекрасно понимаем, и летом соответствующая информация от лица ОНФ была опубличена, что раздельный сбор в Кирове не работает. То есть приезжает общий мусоровоз, приезжал, и в него варились контейнеры. Даже если жители соблюдали все правила и раздельно сбрасывали мусор в бутылке, то в итоге все равно мусоровоз был варили. Почему этот мусоровоз больше никогда не приедет? Ну, то есть в ближайшее время не приедет. Потому что в Кирове не осталось техники с верхней загрузкой. У нас все контейнеры для раздельного как бы сбора, они были с верхней загрузкой. То есть это когда лапу подцепляет, и сверху мусоровоз закидывает. Вся новая техника, которая сейчас закупается, они все сзади. Соответственно, они никак не приспособлены к этим контейнерам. Да и раньше-то, то есть приезжала одна машина, и она от сортированного стекла, бумагу и чего там еще, она все в один кузов пихала. То есть такая сортировка совершенно виртуальная была. На сегодняшний момент, к сожалению, мы, мои коллеги из УНФ, мы обсуждали эту тему, в том числе перед Новым годом на нашем таком рабочем совещании. Мы видим, что никакой мотивации для людей собирать мусор раздельно нет. И более того, это совершенно невыгодно региональному оператору, потому что выгоднее же построить, точнее, привлечь деньги, построить сортировки и за счет тарифа этот мусор сортировать на местах захоронения. Когда люди вдруг будут сортировать мусор сами, да еще и получат, что правильно, более низкий тариф за вывоз от сортированного мусора, это рекоператору невыгодно. Но мы будем настаивать на том, что необходимо будет в регионе разработать систему нормативных актов, которые дадут возможность мусора сортировать и утверждать более низкий тариф для тех домов, которые в общем собрании приняли решение, мы его сортируем. И если, к примеру, старая контейнер не подходит, то использовать опыт других городов. Например, в Казани сетки такие размещают для пластиковых бутылок, а это немалый объем где размещают стеклян в Казани. Нет, где непосредственно? На контейнерных площадках. То есть стоит такая специальная сетка, и люди в нее в одну сетку пластиковые бутылки, в другую стекло. У нас почему? Ну, в новогодние праздники контейнеры переполнялись быстро. Объемная пластиковая бутылка и объемная стеклянная бутылка. Да, да. То есть нужен стимул для людей. Это должно быть политическое решение области. То есть понятно, что, еще раз, это невыгодно рекоператору, но это выгодно людям, это, мне кажется, выгодно правительству. Тем более у нас есть поручение президента на минуточку по разработке мер, стимулирующих раздельный сбор отходов населения. Да, конечно, мы не скоро дойдем до этих 14 фракций, на которые в Японии сортируют, но, наверное, нам это и не надо пока. Вот с чего-то бы начать. И вернуться хотя бы к старым советским традициям. Но стеклянные это бутылки грех выкидывать. Их надо пускать во вторичный оборот. По срокам когда планируется именно об этом заявить и добиваться все-таки включения в эту систему возможности раздельного сбора. Мы сейчас прорабатываем все организационные вопросы, нюансы и правовые моменты. Я думаю, с предложением к региональному правительству мы выйдем конец февраля по этой теме. Как раз мы понимаем, что новый период тарифного регулирования, он будет со второй половины года возникать. Но надеемся успеть. Потому что надо проработать концепцию, чтобы ее сложно было откинуть. Роман, вот мы еще перед тем, как сели собственно в студию, говорили еще одной проблемой, о которой много было жалоб, насчет этих контейнеров с открывающейся крышкой. Как так получилось, что эти контейнеры появились? Новые баки без возможности открыть их ногой, без вот этого механизма. Хотя наклеечка есть. Там вот эта вот тетя такая большая, она нажимает ногой, а вот нажимать некуда. А педали нет. В чем причина? Откуда они появились? Как всегда, то есть уже два года, как реформа перенесена. Ну, отодвинута она была. Ну, говорят-то они уже вообще сколько лет? Говорят, три года. Закон был принят базовый в 2014 году. Четыре года. Вот оказалось, что наш российский бизнес к мусорной реформе не готов. В каком плане? Контейнеров в России резко стало не хватать. Но здесь виноваты, наверное, и региональные органы власти, и региональные операторы, которые до последнего, хотя многих можно понять, они там до Нового года выборы в 10 регионах проводили этих операторов, контейнеры не закупали. А вдруг перед Новым годом все начали массово закупать. Поэтому там специально, видимо, для таких экстренных условий сделали упрощенную и более дешевую версию контейнеров без этой, без педали и с крышкой. Но хоть такие есть, потому что очередь на контейнеры в России на всех немногих имеющих заводах расписана на полгода вперед. Да, эта проблема есть. Контейнеры неудобные, нам тоже на них жалуются и говорят, ну что это такое. То есть раньше стояли нормальные металлические, а сейчас поставили вот этот пластик непонятно. Ну там с металлическим, видимо, вопрос есть по креплениям к мусоровому. Ну чтобы рекоператор заявил, что будет их в районы увозить. И там они будут использоваться. Да увозят уже ведь, увозят. Не знаю, пластик, любой хулиган, подожги, и это все будет гореть. Не подсказывайте плохие. Да почему не надо подсказывать? Я не все сами знаю. Ну да, дефицит есть, поэтому, собственно говоря, и такие нехорошие контейнеры и неудобные для потребителя появились. Ну что-то с ними делать планируется или так все-таки? Ну региональные операторы обещают, понимая, что это такой промежуточный вариант, обещают эти контейнеры в течение, там, ну ближайшее время от парка обновить. То есть ближайшее время, это не месяцы, конечно, а это, ну, скорее, там, год идет. Известна, кстати, стоимость этого нового контейнера, чтобы сравнить с индивидуальным, о чем мы раньше говорили. Индивидуальный контейнер 6-7 тысяч рублей, нормальный новый контейнер с педалью стоит порядка, наверное, 22 тысяч рублей, такой стоит 17-16 тысяч рублей. То есть, видимо, там, педаль, она на 5 тысяч удорожает, и вот покупали, что есть. Свою тоже историю хочу поделиться. Как раз 31 декабря мы с семьей выходили прогуляться, свежим воздухом подышать, но не все же за столом сидеть, да, и как раз я где-то около 10 вечера сделал снимок двух контейнеров, которые рядом с нашим домом стоят, они были переполнены с горкой, там, с такой солидной. Я еще выложил в соцсети и написал, неужели в 12 часов ночи случится с чудо, и они опустеют. Возвратятся в тыкву. Да, вышел утром 1 января в 10 часов, еще больше горочка, но через пару часов где-то в полдень я уехал из города, вернулся через пару-тройку день, уже стояли новые контейнеры, и вот там было пусто. У меня была похожая история, только, наверное, более быстро развивающаяся, то есть я в обед где-то 1 января вышел с сыном погулять, и вижу, какие-то контейнеры переполнены доверху, прям с горочкой, чего у нас во дворе никогда не бывало. Ну, думаю, подожду, подождал часик, все равно еще как бы насыпали сверху горочку. Думаю, сейчас буду звонить Куприд, директор управляющей компании, и вот только рука к телефону потянулась, во двор мусоровоз заезжает, начинает грузить, и говорит, извините, мы тоже праздновали, поэтому с обеда начали работать. И такой нимб светится над мусоровозом. Но в голове плохие мысли пробежали, но все началось. То есть вот по опыту прошлых лет, когда вот эти кучи, они росли в геометрической прогрессии, и там, я помню, там, это же зима 17-го года, там, к концу новогодних праздников было такое ощущение, что по Кирову там армия фараона прошла, и все разгромило, потому что, ну, везде вот вороны, собаки все это раздрали. Тьфу-тьфу-тьфу, в этом году были ситуации, но не глобально, слава богу. Надеюсь, это благодаря тому, что, ну, вот новая структура, она уже начинает работать, не благодаря тому, что все боялись, там, политических рисков, и поэтому дежурили в новогодний праздник. Кстати, вот мы все говорим, переходный период, переходный период, сколько мы отводим на этот переходный период? Не знаю, разумные какие-то рамки обозначить? Вот что у вас в голове зреет по поводу? Переходный период? Сроков переходного периода? Я, наверное, побоюсь назвать именно сроки переходного периода вот в месяцах. В месяцах? Да. Ну, у нас министр окружающей среды Алла Альбегова сказала, что переходный период от 2-3 года. Ну, вот не буду спорить с Аллой Викторовной. Будем учиться жить по-новому 2-3 года. Я считаю, никто не позволит тянуть это на 2-3 года. То есть, мне кажется, что сейчас, когда закончится переходный период, когда каждый, как требует закон, когда каждое поселение Кировской области, каждый населенный пункт будут оснащены контейнерами и будет организован их вывоз. То есть, мы понимаем, что по состоянию на Новый год у нас 100% охвата территории нет. Соответственно, что важно, плата тем населенным пунктам, где мусор не будет вывозиться и которые, как и прежде, будут, к сожалению, пользоваться подручными какими-то компостными ямами. То есть, им платежи не будут, платежки не будут выставляться. Вот когда последний населенный пункт Кировской области будет закрыт контейнерами, тогда система заработала. Но я все же надеюсь, что это не 2-3 года и, боюсь, Москва не даст никаких 2-3 лет. Напомню, даже тем регионам, которые отказались накануне Нового года от перехода на новую систему, им дан только год на этот переходный период. С чего вдруг у Кировской области появится 2-3 года, не знаю. А задача поставлена обеспечить 100% охват населения. Нас подошпело время рекламы. Роман Титов в нашей студии, сопредседатель регионального штаба ОНФ, вице-спикер законодательного собрания. После рекламной паузы мне хотелось бы еще вернуться в районы. Про отдаленные населенные пункты поговорить и обсудить еще новость, которая вчера появилась со ссылкой на Девятка ТВ. Заявление о том, что в Усенцах будет мусоросортировочный комплекс. Михаил Шихов об этом сказал. Поговорим через полторы минуты. Ну что ж, продолжаем говорить о стартовавшей в нашей Кировской области мусорной реформе. И в гостях у нас сегодня сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикер законодательного собрания Роман Титов. И как раз мы говорим о тех жалобах, которые стали поступать в Общероссийский народный фронт от жителей Кирова, от жителей области по поводу тех нестыковок, которые связаны, видимо, с переходом на новую совершенную систему. Ну, в частности, мы решили поговорить о районах. То есть про Киров мы говорим. Побывал я на новогодних праздниках. Несколько сложнее, как я понял. За 250 километров от областного центра на своей родине. Это где? Уржомский район. В одной из многих отдаленных деревень с населением 100-100 с небольшим человек. Ну, один из первых вопросов, который я задал родителям. Ну что, было ли у вас тут собрание? Как-то вам обозначили вот эти планы? Куда вы будете теперь мусором? Ничего не было. Что, мы в Уржомский район? Среди передовых. Среди передовых. Ничего, говорит, вроде не было. Я как-то так подумаю. Люди вот уже начинают платить. А ничего не изменилось. Ну, платить в феврале начнут. Да, начнут. Если начнут. Я же прекрасно понимаю, как родители живут и как мы жили. Сколько у нас копится этого всего. Да, русская печка, многое сжигается. В общем, там, не знаю. Интенсивность накопления мусора-то, она вообще ничтожна. Конечно. Вот и чего с этим делать? Вопрос. Можно, контейнеры появились в деревне? Нет, значит, вывоза не будет, значит, платить никто не будет. Все как прежде. По районам проблемы есть, и проблемы намного более серьезные, чем в Кирове. В том числе проблемы связаны... Ну, у нас, знаете, там Кировская область заложена географией. По многим районам, по некоторым, не по многим, по некоторым районам до Нового года так и не удалось выбрать перевозчиков. И сейчас там Кировская техника ездит и возит. Я просто почитал, в Афанасье там нашли перевозчика, только у него опять техники нет. У Афанасье там... Что это за перевозчик без техники? Нет, у него техника есть, но и не хватает, чтобы район обеспечить. Поэтому нашли каких-то частных предпринимателей, что-то там переоборудовали, что-то сделали как-то вот... Трактор отремонтировали, вывозить будут. Вот возьмем просто, к примеру, тоже отдаленный район, те же 250 километров, Кельмесский. Невозможно найти бизнесмена в рамках тарифа, который бы согласился возить. Почему? Да потому что у нас вывоз мусора, он подчиняется в том числе санитарному законодательству. То есть летом надо мусор вывозить каждый день. Напомню, кто в Кельмесский районе не был, основные населенные пункты расположены вдоль трассы Нема-Кельмесси, их там немного. Они идут с расстоянием 30-40 километров, то есть там рыбацкая ватага, каменный перевоз, они не очень большие. То есть в итоге получается надо 100 километров туда-сюда гонять каждый день мусоровоз, который привезет на донышке бака буквально, на донышке кузова, точнее это мусор, а платить за это будут не сильно много. Люди отказываются. Аналогичная ситуация в Подосиновском районе, там тоже не хватает техники и в силу расстояния, в силу малой плотности населения отказываются перевозчики местные работать. То есть если раньше можно было на телеге это все к трактору прицепленные свозить, то сегодня это делать нельзя, там же надо техника, GPS, ГЛОНАСС точнее. Лицензия, которая там немало стоит. Люди отказываются, поэтому на сегодняшний момент там ездят кировчане, возят мусор, просто вынуждены были там представители рекоператоров нанимать кировских подрядчиков. Понятно, что это в убыток. Но как будет дальше, честно говоря, трудно сказать. — Опять же, в Тужинском районе просто открыли представительство Куприта, там нет своих перевозчиков. — Да, нет перевозчиков. — И, соответственно, вопрос об обеспечении вывоза мусора от отдаленных деревень, это вопрос уже второй, потому что ну создашь ты вот ту деревню, где Владимир отдыхали, поставишь контейнеры, там изыщешь деньги, возить-то кто будет некому, потому что на сегодняшний момент кировчане возят в дальних районах мусор хотя бы из тех территорий, где он на сегодняшний день собирается. Может быть, об этом переходном периоде мы как раз и говорим, но я опять же еще надеюсь, что это в течение года все произойдет, и там будут найдены перевозчики, будет найдена техника. В конце концов, там, наверное, можно конкурс так организовать, ты берешь экономически выгодный район, но в передачу к нему ты довесочком берешь район неэкономически выгодный. В целом у тебя получается так в среднем. Экономически выгодный, это с большей плотностью. С большей плотностью и меньшими расстояниями. То есть, знаете, наверное, по маршрутам автобусов это правильно, то есть ты получаешь кассовый маршрут на 2-3, тянешь 2 социальных, так и тут, наверное, так надо организовывать. Пока проблема есть. Есть проблема нехватки денег у муниципалитетов на контейнеры, потому что, напомню, потребность, обозначали 300 миллионов рублей, это на контейнеры и на площадки, то есть это бетонирование, это насыпь, соответственно. В областном бюджете нам удалось пробить 40 миллионов рублей в последних поправках к бюджету, то есть 40 не 300. Это не 300. Но Лариса Оксана Маковеева обещает, что там глава Минфина, что мы там будем эту тему постепенно решать. Вот, поэтому во многих территориях Кировской области с наступлением 1 января ничего не изменилось в плане обращения с мусором и ключевое тут, что, соответственно, ничего не изменилось, люди платить не должны. Там, как я понял, глава районов подает определенный список населенных пунктов, которые не обеспечены и которые, соответственно, не начисляют. Они ведут реестр, да, и эти реестры населенных пунктов, они предоставляют оператору. То есть и оператор не начисляется. Не начисляется. Там, где инфраструктура соответствующая не создана, не происходит ничего. Ну и, конечно, во многих районах возникло сопротивление населения так называемому мешковому сбору мусора. Ну, то есть, о чем речь идет. То есть там, где раньше мусор не вывозили, но сейчас местные операторы готовы вывозить. Пока, в силу того, что зима, площадки не оборудованы, населению предлагают на забор табличку, как в Маломышевском районе напишут, место сбора ТКО с 1 января, и туда надо нести мусор в мешочках. Народ задает логичный вопрос. А почему я тогда буду платить за мешочки, которые раз в неделю забирают, столько же, сколько заплатят жители той соседней деревни, к примеру, у которых контейнеры раз в два дня вывозят? Логичный вопрос, на который ответа нет. То есть, наверное, мешковой вывоз мусора должен стоить дешевле. Логично. Но пока вот народ грузит. Здесь, по большому счету, мы приходим к тому же, что вообще, конечно, в идеале, как и Владимир говорит, что за мусор нужно платить в соответствии с тем, сколько ты произвел его. Или предусмотреть немалое количество разных вариантов оплаты. Например, если у тебя контейнерный сбор, в сельская местность платишь столько-то. Если у тебя мешковой сбор, платишь меньше, соответственно. Потому что куда-то приезжают каждый день, куда-то приезжают раз в месяц, условно говоря, куда-то по нечетным дням. Ну как, тоже Афанасио взять, объявили, что по нечетным дням. Оказалось, что в январе еще пока нечетных дней не было. — Тоже отдельный вопрос. Там, где все же в сельской местности контейнеры в деревнях были установлены, их начинают катать от дома к дому. Причем там две разные мотивации. Одни люди хотят, чтобы у них поближе стояло. Другие говорят, уберите его от моего дома. — Ну вот совершенно не смешно, но это происходит практически массово. То есть в силу... Да. А его же нельзя просто так двинуть. Там же глава муниципалитета, он идет в реестр, место размещения. У него точка по GPS-у привязывается, соответственно. Ну по географическим координатам. Потому что это все в базу мусоровозов забивается, в террасхему забивается. Этот контейнер вот так вот катать нельзя. Будут катать до той поры, пока не появятся стационарные площадки сбора. То есть в ближайшие месяцы. — У меня чувство, одна идея накрыла. У нас две минуты, конечно, остается. Просто я подумал сейчас о том, весна... Ой, простите. Зима закончится, она все равно закончится. Придет пара субботников, всякой волонтерской деятельности, очистка. — Вытает много всего интересного. — Да, много-много всего интересного. Будем чистить. А это как вот это в новой системе будет вписываться? — Это обязанность муниципалитетов, если мусор на муниципальной земле, обязанность собственников, если это на земле собственника. То есть сами не убирают. Региональный оператор убирает за свои деньги. И в судебном порядке высуживает стоимость уборки мусорных свалок по собственникам территории. — А там коллапс-то не возникнет? — Ну, здесь вопрос аграрии задают, потому что им этот мусор массово валят на поля. И по новой системе они за него еще и платить будут за его уборку. Но надеюсь, в силу того, что с каждым месяцем будет все меньше национальных пунктов, где не будет платежек и не будет вывоза, там, где люди будут платить, они все равно этот мусор будут заносить в контейнер. То есть ты заплатил, ты все равно понесешь его, а не в поле выкинешь. — Ясно. Ну и мусоросортировочный комплекс, о чем было объявлено накануне в Осенцах, мощностью 300-350 тысяч тонн в год заявлено. — Это годовой объем производства, годовой объем захоронений на Осенцах. Этот проект, на самом деле, начал появляться уже достаточно давно. Появился он по требованиям общественников, в том числе и я был среди их общественников, которые не увидели проекта по сортировке в изначальном проекте Осенцев и была достигнута принципиальная договоренность, что как только первая очередь будет запущена, сразу будет строиться комплекс. Да, действительно, в этом году первый в области сортировочный комплекс будет построен. — На вопросах для операции. — Не могу сказать, потому что, собственно говоря, со сметами не ознакомлен. Проект первоначально я видел. Кроме того, речь идет еще о нескольких малых комплексах. В этом году должны состояться торги на подготовку проектной документации и они будут строиться на федеральные деньги уже на территориях районов. — Заявки уже поданы? — Нет, заявки поданы, деньги нам прописаны, собственно говоря, на 2020-2021 годы на их строительство. И мы надеемся, что все получится. В этом году средства в областной бюджет на проектирование заложены точно. — Дело для нас новое. Неизведанные вот эти мусоросортировочные комплексы. Дайте напомним, что это дает вообще? Для чего это? — Это дает возможность уменьшить объем захоронения отходов. Это вообще требование госполитики в сфере окружающей среды. И, соответственно, продлить жизнь свалок, не захоранивать на них всякие опасные отходы и отходы, подлежащие вторичной переработке. — Ну, в том числе пластик, да? — Да, вторичный оборот. Не надо думать, что это великий бизнес для рекоператора. То есть у нас пока система не развита, и ближайшее, например, предприятие по серьезному переработке батареек, например, в Челябинске находится, оно вообще на одной стороне. — Единственное, единственное. — Единственное, на одной стороне. — Пластиком тоже в Киросколу сильно никто не занимается. Покрышками уже занимаются, например, но это там невеликие деньги. — Ну, завод у нас есть, соответствующий, есть возможность здесь у нас этим заниматься. — То есть меньше-меньше захоранивать на полигонах. Вообще в идеале отойти от полигонов, как сделано в Швеции, 100% уничтожается или... идёт авторичную переработку. — Я напомню номер телефона горячей линии, да, в которой жалобы на мусор принимаются в региональном штабе ОВНФ. Это 25 18 24. Также есть адрес электронной почты. — 43regionsobako.ru — Да, группа в социальной сети ВКонтакте. Так что вот ОВНФ открыт для общения. — Спасибо, Роман Титов, сопридцатель регионального штаба ОВНФ, вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Дневной разворот на этом завершён. Сейчас новости и культпоход через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова